Друзья, всем большой привет! У нас сегодня воскресенье, 5 марта, у меня день рождения. Сразу говорю большое спасибо за поздравления. Уже под прошлым видео сотни поздравлений, уже под постом в сообществах очень много. Поэтому огромное вам спасибо, очень приятные ваши слова. За все-все теплые добрые пожелания говорю вам спасибо. Пусть вам вернется это все в тысячу раз больше, чем вы мне пожелали. Я уже в полном, как вы видите, наряде все оружие. Мы сейчас уже выезжаем, хотим поехать в ресторанчик, посидеть. Едем в наш любимый японский ресторан в городе Арнсберг. Ехать там около 40 минут. Я уже жду Диму на улице, сейчас он уже обувается, тоже выходит. И будем ехать. На улице, конечно же, прохладно. Март в Германии, как всегда, не радует особо теплой погодой. Ветер дует пасмурно, но в целом более-менее погода приемлемая. Так что едем сейчас. Может где-то по дороге остановимся в красивом месте, устроим такую небольшую фотосессию. И едем в наш любимый ресторанчик отдыхать, наслаждаться праздником. Слава богу, что мы решили так сегодня отметить этот день рождения, не собирать гостей. Потому что я бы сейчас, наверное, вчера и сегодня стояла возле плиты, готовила кучу блюд. А так, видите, я выспавшаяся, отдохнувшая, красивая. Собралась, и мы едем отдыхать. Думаю, что это настоящий праздник. Увидимся с вами уже в дороге. И до новых встреч. Будем праздновать вместе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не знаю, говорила я уже, нет, уже забыла. На всякий случай, на двоих нам сказали, да, без проблем. Сказали, что будем в течение часа. И вот едем. Кстати, подъезжаем к городу, и вот начал моросить такой мелкий дождик. И вот едем, смотрим, что у них такой вот городок расположен. Почему Армсберг? Берг это горы на немецком. И вот городок такой расположен на возвышенности. Как мы вообще попали в этот город? Мы ездили в Винтерберг и на обратном пути искали какой-нибудь ресторанчик. Пока ехали по автобану, я нашла и свернули в этот город. Нам очень понравился ресторан, даже не ожидали. У нас я там так и не нашла. Ни в нашем городе, ни в Алине, в Хаме. Не знаю, в Мюнстере, может быть, есть, но я тоже особо не нашла. Какого-то классного японского ресторана, к сожалению. Может быть, в Мюнстере еще нужно дольше поискать. Но еще один факт, что вот сегодня в воскресенье очень многие рестораны в воскресенье здесь закрыты. Не все работают, далеко не все. Наш ресторан этот работает. У него выходной день во вторник. И сегодня он работает в воскресенье с 12 дня до 22 часов ночи. В принципе, неплохо. А очень многие рестораны в Мюнстере, которые я смотрела, более-менее, которые мне понравились, итальянские, японские, они оказались закрыты в воскресенье, к сожалению. Поэтому наш выбор пал на наш любимый ресторанчик. Вот уже заезжаем в Барнсберг и будем подъезжать к ресторану. Уже включусь к вам оттуда. Кстати, неплохой такой, очень достаточно красивый городок. Вот мы уже въезжаем сюда, в центр. Макдональдс здесь при въезде, церквушка. Как всегда здесь во всех городах они есть, церквушки. Такие вот красивые, высокие, с башенками. Вот. И я даже смотрела, ну мы же ищем квартиру, кто знает, да, кто смотрел наше старое видео. Смотрю варианты квартир в Мюнстере, в Липштадт, в тех городах, где нам нравится, хотелось бы жить. И начала даже смотреть в Артсберге. И хочу вам сказать, что тут цены более-менее приемлемые на квартиры. Даже дешевле, конечно, чем в Мюнстере, дешевле. Потому что Мюнстер очень большой город и дорогой в плане недвижимости. Но и дешевле, чем в Липштадт или в Хаме. Ну, в общем, посмотрим. Ну, город, конечно, такой красивый, но он очень старенький. Старенькие такие дома. Вот один новый, вижу что-то современное. Так в основном все старое. Ну, мы были тут по магазинам, ходили в тот раз. Тоже неплохой центр, магазины все есть. Ну, в общем, посмотрим. Вдруг получится так, что мы вообще здесь жить будем. Рядом с нашим любимым рестораном. Ну, что, мы уже в нашем любимом ресторанчике. Дима сидит уже, выбирает себе что-то вкусненькое. Тут так уютненько, тихо, спокойно, классно. Очень многие столики зарезервированы, скорее всего. Люди подойдут попозже еще. Ну, в общем, мы отключаемся и наслаждаемся. Сейчас будем заказывать что-то вкусненькое. Мы уже ждем наш заказик. Заказали суши сет, заказали, что еще, я уже забыла, салатик заказали. И гёдзе наше любимое. И сейчас покушаем, если захотим еще что-то кушать. Скорее всего, закажем еще рыбку на гриле. Мне очень понравилось на картинке. Вот так оно выглядит. Думаю, что будет вкусное. И ждем, пока пьем. Дима немножко пива, я оранж. Сидим, отдыхаем. Здесь, конечно, немножко не тот цвет, но я постараюсь вам показать. Вот так выглядит гёдзе. Принесли нам уже горяченькие. И вот так выглядит салатик с авокадо. И ждем наш суши сет. Вот такой нам суши сет принесли, симпатичный. Сейчас тоже будем пробовать. Разный набор суши роллов здесь. Думаю, что будет вкусный. Мы уже приступаем к десерту. Дима еще, правда, доедает там роллы. Несколько роллов осталось. И мы заказали вот такие моти, моти, моти. По-разному называют их. С кокосовым вкусом, по-моему, с фисташкой и с малиной. Сейчас будем пробовать. Надеюсь, что будут вкусненькие. Вот такой набор стоит 6 евро. И знаю, что будет спрашивать по ценам. Суши сет у нас 25 евро. Салатика где-то 9 евро. И гёдзе стоит тоже 5-6 евро порция. В принципе, достаточно приемлемые цены. Сейчас будем пробовать десертик. Еще посидим. И будем потихоньше собираться домой. У нас уже смеркается. Мы едем домой. Посидели в ресторанчике. Отдохнули, вкусно поели. И теперь едем домой. Вечером еще посидим. Опять созвонимся с родителями моими. Выпьем за мое здоровье уже с родителями. Сегодня весь день, в принципе, с ними общались. Но еще не пили. Так что вечером немножко выпьем. Диме завтра уже на работу. Поэтому он особо ничего такого не пьет. Немножко пива выпил в ресторане. И все. Так что вот такие планы. День замечательный. Думаю, вечер будет еще лучше. Мы уже выезжаем из Арнсберга. Кстати, вот мы посидели, много чего поели. И заплатили всего лишь 50 евро. На самом деле это не очень многое, как для Германии, я считаю. Для такого вкусного ресторана. Поэтому кто живет в Арнсберге или кто здесь недалеко живет. Может быть, вы не знали об этом ресторанчике. Обязательно заедьте. Ресторан называется Six Seven. Очень-очень классная атмосфера. Классная еда. Это не реклама. Просто делюсь с вами хорошими впечатлениями от этого заведения. Так, раз уж я в халате, значит, мы уже дома. Мы приехали из ресторана. На самом деле мы ездили в обед. И сейчас только 5 часов, полшестого. Думаю, еще на ужин сделать чуть позже, через часик, гречневую собу с говядинкой. Думаю, что будет вкусно. Немножечко тоже посидим, как я уже говорила. Немножко отметим. И сейчас отдыхаем пока Дима. Я отдыхаю. Дима в основном работает. У него завтра важный день на работе. Немножко там делает разные планы, карты составляет и так далее. И чуть позже еще посидим, отметим. И будем уже отдыхать, потому что начинается рабочая неделя. Вам еще раз говорю огромное спасибо за сотни уже поздравлений, теплых слов, пожеланий. Очень-очень приятно их получать. И прощаюсь с вами до следующего влога. Как всегда, желаю всем мира, крепкого здоровья. Пусть у вас у всех, у всех все будет хорошо. И, как всегда, прощаюсь с вами ненадолго. До следующего нового влога. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok